До наступления осенне-зимнего сезона остается не так много времени, а потому подрядчики трудятся в усиленном режиме. Перед ними стоит задача не только переложить более 30 километров труб теплоснабжения, но и по возможности не затронуть территории, которые были благоустроены до перевооружения. Такие масштабные работы по перекладке теплотрасс в Самаре проводятся впервые за долгое время. В заявленные сроки специалисты укладываются, основную часть работы удастся выполнить к 1 сентября. Да, я понимаю, что для Самары, конечно, такой объем перекладок – это очень значительно. Чем больше мы будем перекладывать за летний сезон, тем спокойнее мы будем дальше с вами жить в зимний период времени. В первую очередь подключать к теплу начнут объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы. Работа по перекладке теплотрасс, вблизи которых находятся эти учреждения, под особым вниманием и контролем со стороны главы города. К примеру, на улице Клинической модернизация теплосетей идет у общеобразовательной школы. Чтобы 1 сентября дети смогли зайти в здание с центрального входа и чувствовать себя в безопасности, завершить работу на этом объекте подрядчики планируют до начала нового учебного года. Уже раскопали, уже ведем там работы, основа не подготовлены, вяжем арматуру, готовимся принимать бетон. Я думаю, что, наверное, к концу недели, через личное, чем выливать. По такой же схеме теплосети обновляют по улицам Старозагора, Карбышево, проспекту Ленина и Огибалова. Это также те участки, вблизи которых находятся социальные учреждения, и подача тепла в них – первоочередная задача. Всего к началу отопительного сезона в городе должны модернизировать теплотрассы на 58 объектах. Один из объектов завершено. Сроки по другим – это где-то сейчас у нас получается 20-28 августа, но и по 8 объектам мы уходим на 15 сентября. Но это уже с благоустройством. В администрации города просят жители Самары отнестись к работам по перевооружению теплосетей с пониманием – временное отключение горячего водоснабжения, а также ограничение движения транспорта – вынужденная мера, для того, чтобы в будущем тепло поступило в каждый самарский дом. Ольга Павлова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.